Всем привет! В этом году мы зимуем на даче. У нас большой дом, и сейчас я вам расскажу, как мы бюджетно и экономно отапливаем нашу дачу. У нас вот такая вот печечка. Печечку соорудил мой муж из подручных материалов. Печка наша топилась еще в 5 утра. Посмотрите, углей нет уже, она уже остыла. Но температура вот этой части печки до сих пор держится вот 51 градус еще. В общем, руку ставите, и тут еще очень даже горячо. Посмотрите, в этой комнате температура 23 градуса. И вот еще рядом комната с ней, рядом с ней комната, и в этой комнате температура держится 20 градусов. Очень экономная, бюджетная печечка. И я вам сейчас хочу рассказать немножко о конструкции этой печки. Нижняя часть печки сделана из двух бочек. Первая бочка, это примерно 200 литров бочка. В ней бочка вставлена еще одна. Эта бочка где-то 100 литровка, эта бочка. И между ними полость, заполненная глиной. Но я буду немножко подглядывать в листочек, который оставил мне муж, чтобы я ничего не забыла о том, как работает эта печка. В нижней части печки горит огонь. Этот огонь не сразу выходит в дымоход, а за счет отбойника, который находится в печке, делает виток. Вот здесь виток делает. И дальше пламя попадает еще в один аккумулятор тепла, который очень быстро нагревается, буквально за 10 минут. Дальше он делает виток и выходит на улицу через дымоход. Сам дымоход очень длинный. И он очень быстро нагревается и отдает тепло, которое быстро обогревает комнату. Получается, печка работает так, по такому принципу. Нижняя часть нагревается очень долго, полтора-два часа, и очень долго остывает и отдает тепло в течение суток. А верхняя часть нагревается очень быстро, но так же быстро она и остывает. Вот по такому принципу работает эта печечка. Еще в этой печке есть конвекция тепла. В этот туннель, посмотрите, заходит холодный воздух. А на выходе, вот здесь, он уже горячий, этот воздух. И это еще один источник тепла. Итак, давайте подытожим. Первый аккумулятор тепла очень медленно нагревается, в течение полтора-двух часов нагревается. И очень долго, в течение суток, держит тепло за счет глины. Второй аккумулятор тепла очень быстро нагревается, быстро отдает свое тепло. Тут просто металл. И третий аккумулятор тепла – это конвекция. За счет этого наша печка имеет высокий КПД и очень бюджетная получилась по конструкции. Вот смотрите, мы в эту печечку буквально хапку уложим в дров, кладем в дров, и от нее идет масса тепла. Сейчас я растоплю печку и покажу вам, как она горит. Вот я заложила печку дровами, и сейчас вам покажу, как я разжигаю печечку, поджигаю. Дрова поджигаю. Вот так. Посмотрите внимательно и обратите внимание, как мало дров в печке. И сейчас буквально за 10-15 минут верхний аккумулятор уже будет горячий. Посмотрите внимательно, не коптит, не дымит, тяга замечательная. Вот так вот закрывается печечка. И вот здесь вот еще у нас маленькое поддувало. Хотим вот так прикрываем, хотим вот так открываем, когда надо. Печка, конечно, некрасивая, но она очень экономичная, бюджетная и много отдает тепла. Эта печка легко демонтируется. Вот посмотрите, труба снимается, вот, и печка выносится на улицу, демонтируется очень легко и быстро. Видите, она на каких, как типа на санчатах. Заезжает-выезжает, как говорит моя внучка. Так что печка экономная, бюджетная. Может кому-то и пригодится это видео. Кто-то сделает себе такую печечку. Печечка наша разгорелась, гудит, дрова потрескивают, пошло тепло по дому. И в доме стало тепло и уютно. Вот так горит наша печечка. Она, конечно, некрасивая, но мы ее очень любим, потому что она греет нас и дает нам тепло. Может, у кого-то возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Может, кому-то понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Всем мира, добра, пока-пока, до новых видео.